Итак, ребята, начинаю собирать вещи в обшагу. Да, у меня грязный столб, потому что тут остатки от тетради, которые я перебрала. В общем, вот эту стопку тетради я с собой точно беру. Я не знаю, сколько мне их понадобится, но это практически всё, что у меня есть из того, что мне нравится. Также беру с собой новую книгу, которую я недавно купила, Габриэль Гарсиа о любви и прочих бесах. Я думаю, она мне понравится, она очень-очень тонкая. Также есть паста, щётка и мочалка. Также у меня здесь есть вот такой вот прекрасный уголочек, и мне безумно бы хотелось забрать вот эту рамку, потому что она напоминает мне о всех моментах, которые я прожила, потому что здесь есть и фотки с выпускного с родителями, и фотки с моим котом, с подругой лучшей, фотка с аттестатом. Итак, ребят, сборы идут просто полным ходом. Посмотрите, что ещё добавилось. Во-первых, я взяла три вешалки, пока что три, потому что мы туда поедем не один раз. Дальше вот такой вот стаканчик красивый я купила для ручек. Несколько ручек, которые у меня есть. Ещё, естественно, буду докупать карандаши, чтобы рисовать. Пинал, ещё один пинал художественный. Эта штучка на зачётку. Канцелярия и всякие уходовые средства по типу спрея. Спрея для волос, шампунь, гель, крема, которые мне необходимы, ватные палочки, ватные диски, патчи, обязательно крем для тела, щётка, паста, мочалка. Всё. Пока что это всё, что я собрала. Сейчас буду вам ещё дальше показывать. Ещё здесь пижамка есть. Также мне очень помогает мой список, который я ранее составляла. Здесь есть все-все-все вещи, которые мне необходимы. И я здесь зачёркиваю то, что мы завтра отвезём. Да, мы, кстати, завтра едем в Самару. И мы просто будем заселяться в общагу. В общем и целом, что я могу, хочу сказать. В общем и целом, мы приехали в Самару. Сидим здесь уже не знаю, сколько часов, потому что у нас идёт заселение в общежитие. Даже не то, чтобы общежитие, а в санаторий моего вуза, потому что мне не дали общагу. И я не знаю, что я буду делать, но пока что меня заселяют в санаторий. Я буду жить там месяц. То есть это как обычная общага, просто там есть бесплатная еда, бесплатный комплексный зал, бассейны и всё такое. А сзади вот этот вот дом, это как раз-таки одна из общаг. И она самая крутая. Почему я сижу в машине? Потому что на улице безумно холодно. 18 градусов, но я чувствую, как будто там все 10, и меня просто не спасает даже моя куртка. Короче, вот санаторий, вот такие вот здесь шторки, окна. Я живу на пятом этаже. Мне сюда очень долго добираться, потому что здесь нет лифта. Стул, кровать соседки, кресло какое-то, кровать, потолок, который улыбается. Класс. А, да, здесь даже нет столика, чтобы писать. Тут есть холодос, шкаф с одеждой, ну, точнее, без одежды, просто шкаф, унитаз, раковина и что-то типа душа. Продолжение следует... В общем, я уже дома. Мы заселились в общежитии, простояли очередь около пяти часов, потом поехали по магазинам. Завтра я вам покажу покупочки, и завтра мы снова поедем в Самару, потому что у меня будет собрание. Всем спокойной ночи. Пока дом, пока диванчик, пока киса. Так, ребят, всем доброе утро. Итак, в общем-то, хочу вам показать, как я пока что обустроилась. Вчера приехала поздно вечером и не успела разложить еще все сумки. И вот это вот все мое. Там уже часть соседки, ее я не буду показывать. Купила в Икее вот этот вот пледик. Пока что не знаю, как его красиво застелить. Пусть пока так. Сейчас я делаю все макияж на кровати, потому что у нас нет вообще никаких столов. И, да, приходится сидеть вот на корточках. Тут зеркало поставила. Буду собираться. У нас время почти 12 часов утра. Вообще я проснулась в 6, но все же лежала в кровати. Лежала, лежала, потому что моя соседка, она ушла на пары. А у меня сегодня пары нет. У нас сегодня выходной, потому что нам не сделали расписание нашему факультету. Вот, окрашусь я, чтобы потом пойти гулять. Планирую немножечко поизучать город. И вообще тут у меня много знакомых и много моих одноклассников, которые именно переехали в Самару учиться. И общаги рядом у нас расположены у всех. Поэтому это очень круто. Можно выйти, и как бы ты не чувствуешь себя одиноким в этом городе. Все, я накрасилась, и нам только что скинули расписание. Завтра у нас будет 5 пар. Это значит, что с 8 утра до 5 вечера мы будем сидеть в ВУЗе. Но это меня не особо пугает, потому что в школе мы сидели обычно до 4 часов, до 3. Как бы посидеть лишний час, ничего страшного. Я очень хочу погулять, но на улице пошел дождь. И такое ощущение, что я приехала не в Самару, а в Питер, потому что я здесь уже второй день, и второй день льет дождь. Всем доброе утро. У нас сегодня пятница. Я не показываю себя, потому что я недавно проснулась. И прикол в том, что я проспала свои пары. У нас сегодня должно было быть 2 пары с 8 часов, а я просто их проспала. Я никогда в жизни не просыпала, потому что меня либо мама будила, либо еще что-то было, но... Либо я сама вставала. А сейчас так не вышло. Мне ужасно стыдно, но нет смысла уже ехать, потому что всего 2 пары будет. Также я проспала свой завтрак, поэтому единственное, что у меня есть в холодильнике, это шоколадка вот эта вот и водичка. Вот так у нас проходят дистанционные пары в виде лекций. Мы их слушаем и конспектируем. Продолжение следует...